Сегодня в Доме правительства на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждали вопросы профилактики аварийности. Первым и, наверное, основным вопросом заседания правительственной комиссии стало состояние аварийности на автомобильных дорогах и железнодорожных переездах Чувашии. С начала года в республике зарегистрировано почти 600 ДТП. В них погибли 79 человек. Не во всех муниципальных образованиях отмечается положительная динамика сокращения показателей аварийности. Так, рост количества автодорожных происшествий зарегистрирован в 8 муниципальных образованиях республики, 10 возросло число погибших в ДТП людей. Основным видом ДТП в республике является столкновение транспортных средств, вторым по количеству совершенных происшествий наездные пешеходы. Еще одной больной темой собрания стала организация работы по пропаганде правил дорожного движения среди школьников в преддверии летних каникул, а также обеспечение безопасности организации перевозок групп детей автобусами. В настоящее время парк школьных автобусов составляет 329 единиц. В том числе 27 автобусов совершают разовые перевозки детей. Это на спортивные и разные массовые мероприятия. Все школьные автобусы проходят ежегодное техническое обслуживание. И водители школьных автобусов с прошлого года проходят ежегодный курс обучения по 20-часовой программе. Ежедневно медработниками осуществляется предрейсовый медосмотр водителей. В настоящее время в республике ведется модернизация парка школьных автобусов. Полностью обновлены устаревшие транспортные средства 2002-2005 годов выпуска. Работа в этом направлении будет продолжена. В текущем году запланировано приобретение и предусмотрено в бюджете на эти цели более 3 миллионов рублей. Пожалуй, самым острым вопросом заседания стала проблема организации транспортного обслуживания населения деревень Ситры-Косы, Хир-Лесир и Ой-Косы Чебоксарского района. Как оказалось, вопрос уже неоднократно поднимался. Вот только до кабинета министров его довели лишь сегодня. В данной ситуации мы, наоборот, уменьшили безопасность населения. И добираться до остановок им приходится по самой трассе МС. Мы считаем, что необходимо расширение дороги произвести и строительство двух автобных остановок на указанном участке. Вопрос этот придется решать в ближайшее время, но все зависит от финансирования. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.